Во вторую седмицу Великого Поста епископ Брянский Исевский Александр совершил божественную литургию прежде священных даров в небольшом сельском приходе во имя святителя Николая, а также посетил место строительства нового храма в поселке Выгоничи. Дни Великого Поста дают нам возможность особо пристально взглянуть на свою душу и понять, что самая тяжелая работа, которой призывает нас Господь, это борьба с грехом внутри себя. Способы этой борьбы – страх Божий и любовь к ближнему. И вот когда мы будем жить не для себя, но будем как солнышко сиять для всех и каждого и не требовать от себя ничего взамен, будем творить добро каждому, кто в нем нуждается, будь то молитва, совет, доброе дело, то тогда мы заслужим свои награды на небесах. И таким образом, имея твердую веру, страх Божий, любовь к Богу и любовь к каждому человеку, кто находится в данную секунду сейчас рядом с нами, таким образом мы сможем достичь Царства Небесное и получить спасение и жизнь вечную. Поселок Выгоничи, где епископ Александр совершил божественную литургию прежде священных даров, в храме во имя святителя Николая находится в 27 километрах от Брянска. Он образовался как небольшая железнодорожная станция 110 лет назад, когда была построена железная дорога Брянск-Гомель. Храма в поселке не было. В 1994 году тогдашний архиепископ Брянский Исевский Мельхиседек благословил образование Выгонического прихода. В следующем году бывшее помещение банка передали православной общине. Первое богослужение в новом храме во имя святителя Николая состоялось в праздник Рождества Христова в 1996. Тогда же церковь стала обустраиваться. Начался большой капитальный ремонт, полностью переделана крыша здания, покрыта оцинкованным железом, устроен купол, подключен газ. В 2005 году по благословению епископа Феофилакта в поселке Выгоничи заложен фундамент по строительству нового храма, который продолжается и сегодня. Батюшка, он всех-всех-всех благодарит и поминает о здравии вот этих всех людей, которые жертвуют на этот храм. Для прихожан поселка Выгоничи и близлежащих поселений архипастерский визит стал настоящим праздником и духовной поддержкой в Дни Великого Поста. Мы вот со своим прихожаном приехали сюда, чтобы еще раз побыть на архиерейском богослужении, потому что это всегда радость, это всегда свято, это всегда такая благодать и в храме, и нам, людям, достается. Богослужения в Дни Великого Поста отличаются особой молитвенностью и торжественностью. И как отметил в своем обращении к прихожанам владыка Александр, наша душа в оси дни подобно музыкальному инструменту настраивается на особый лад и откликается на великопостные песнопения. Епископ призвал в эти святые дни молиться о просвещении людей, даже и крещенных, но далеких от церкви. Мы должны не только молиться о себе, но молиться и о тех, кто еще далек от церкви, кто может быть даже еще и не нашел дорогу к храму, а только пытается ее, эту дорогу найти. И мы должны всегда Господа просить, чтобы Он помог, потому что Господь не творит насилие над человеком, Он дал нам свободу выбирать правду или ложь, зло или добро, свет или тьму. Но люди стараются выбрать зло, выбрать тьму, потому что всякие недобрые дела легче совершать во тьме. Поэтому мы просим Господа, чтобы Он просветил их разум, чтобы они жили в свете Христовом, как вы слышали во время богослужения возле священнослужителя, свет Христов просвещает всех.